В Италии и Испании термометры показывают около 40 градусов, а кое-где даже 50. Причина антициклон из Сахары, который уже назвали Люцифером. Впрочем, жарко не везде. Британцы, например, готовятся к холодам. Все подробности узнаем от Алексея Пшемыского. Он в Лондоне. Африканский циклон Люцифер буквально испепеляет Европу. На юге Испании, где жара, привычное дело, температура уже побила 10-летний рекорд. В Мадриде власти настоятельно рекомендуют людям не выходить днем на улицу и открывают пункты с кондиционерами. Это просто ужасно. Для нас жара норма, но не такая. Это невыносимо. На работе нас спасают кондиционеры. Нам приходится все время охлаждать воду. Самую высокую температуру в Европе, 50 градусов в тени, зафиксировали в Неаполе. Из-за аномальной жары, чтобы спасти урожай, местные виноделы начали спешно собирать виноград. В окрестностях Рима всполыхнули лесные пожары, а в самом городе туристы оккупируют фонтаны. Мы пьем воду, очень много воды. Никакого алкоголя, только вода. Все время приходится носить шляпу и очки. Вот так и боремся. Во власти Люцифера оказалась большая часть континента. В 10 странах Европы уже объявили наивысший красный уровень опасности. Албания попросила помощи у Европы для борьбы с лесными пожарами. В Боснии жара уже уничтожила половину урожая. А вот британцы готовятся доставать шарфы и шапки. Последнюю неделю здесь, в Лондоне, средняя температура не поднимается выше 15 градусов. В ближайшее время синоптики обещают грозы и бури. А в Шотландии готовятся к заморозкам. Ученые считают причиной таких аномалий загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов. Если ситуация не изменится, подобные катаклизмы будут происходить все чаще. В Объединенном исследовательском центре Еврокомиссии уже предупредили. В ближайшие десятилетия под угрозой могут оказаться 350 миллионов европейцев, живущих в прибрежных и самых жарких регионах. Из Лондона Алексей Пшемыски, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Продолжение следует...